В высших эшелонах власти в России идет большая грызня на фоне поражения в войне с Украиной. Крайним за провалы, по всей видимости, сделают российского диктатора Владимира Путина. Такое мнение в своем блоге в YouTube высказал депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко. Залишим омовую оригиналу. Нехай хоть тут россияны почуют правду. Он считает, что в России начал отбиваться от рук глава Чечни Рамзан Кадыров. На это указывает последнее заявление пехотинца, который публично обвинил Путина в провале украинской авантюры. Благодаря Путина за то, что он нам не разрешает забрать Киев, Дон, сказал Кадыров, реагируя на уголовное дело против себя в Украине. По факту Кадыров возложил ответственность на Путина за то, что столица Украины не была захвачена. Кадыров готовит уже нож, чтобы воткнуть его в спину Путину. Получается, это Путин виноват, что война идет, а результата нет. Что уже седьмой месяц они за три дня берут Киев, какой поворот. Еще недавно Путин был великим геостратегом, которого мир не видел. А теперь он виноват. Вот какой путь он прошел за полгода, прокомментировал скандал Гончаренко. Он констатировал, что Кадыров далеко не так предан Кремлю, как публично заявляет. Он играет свою игру и вполне может решить отделиться от РФ. Когда это станет, возможно, и выгодно. Вроде как Россия покорила Чечню, сделав Кадырова гауляйтером. Но они понимают, что в любой момент Ичкерия может подняться, рассказал депутат Рады. Осторожные антипутинские сигналы, отметил он, в высших эшелонах власти РФ звучат все громче. Сейчас особо активны ярые сторонники спецоперации, которые критикуют Кремль за нерешительность и неспособность решить украинский вопрос. Похоже на то, что окружение Путина чувствует. Скоро режиму кремлевского карлика наступит конец, и им нужно будет опять драться за место под солнцем. Когда Путина съедят, и Донбасс, Крым, и все потери повесят на него. Это доля всех диктаторов и тиранов. Путин хлебнет эту чашу до дна, констатировал Гончаренко. В свою очередь, война Росии против Украины закінчится в Москве за гибелью диктатора Путіна від чеченців. Такий прогноз озвучил в интервью Дмитру Гордону экс-депутат Держдумы РФ Илля Пономарев. Відповідаючи на уточнююче питання, чому саме чеченці Пономарев сказав, а як Кадирову врятуватися? Йому ж теж треба щось запропонувати новій владі. Голова Путіна – найкраща пропозиція. Думаю, що прям в прямому сенсі слова, на срібному блюді, як люблять представники цього народу. Думаю, хтось таке учудить. У всякому разі постарається, йому точно бігти нікуди. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Дякую за перегляд!